Дорогие друзья, помните, рассказывал вам о китайской нефтяной корпорации Синапэк. Месяц наблюдал, как ведут себя акции компании, все-таки купил 7 штук по 26 долларов за акцию, они как раз тогда опустились до минимума, потратил 12 с копейками тысяч. Сейчас вроде вверх поползли, если будет как в прошлом году, когда стоимость ценных бумаг подскочила до 74 долларов, то в общем не зря связался, хотя отчего волноваться, нефть и газ в обозримом будущем с рынка точно не исчезнут, значит и я не проиграю. Нужны подробности? Переходи по ссылке в описании. Китай представил широкой общественности новый концепт левитирующего поезда или поезда на магнитной подушке, способного разгоняться до 1000 км в час, это в общем скорость самолета, уже в 2020-м в Поднебесной появится экспериментальный участок железной дороги, на котором такие поезда будут проходить испытания. Зачем ты нам все это рассказываешь, спросите вы, российским-то железным дорогам подобное вряд ли грозит, а дело в том, что я уже когда-то читал об этом только в отношении нашей страны, и знаете, когда читал-то? В 1989 году в журнале Пионер, это вообще были советские разработки, называлась такая штука магнитопланы, там в Пионере писали, что вот очень-очень скоро мы на таких магнитопланах будем передвигаться по просторам нашей необъятной родины, прошло 30 лет, и... А дело в том, что все эти годы мы активно вставали с колен, сперва под чутким руководством Бориса Николаевича, затем, объединившись вокруг Владимира Владимировича, китайцы решили вопрос по-другому, они просто взяли ту нашу технологию, доусовершенствовали ее и тупо сделали. Этот самый магнитоплан, ну да бог с ними, зато у нас есть скрепы. Начинаем! А еще у нас есть бессменный премьер Медведев, который вообще любые проблемы на раз-два решает. Да так он это оригинально делает. Пример, пожалуйста. Придумал однажды глава правительства, как сократить число разводов в Великой и Могучей. Не знаете эту историю? А давайте, предложил он, увеличим размер госпошлины для желающих разорвать семейные узы с 400 рублей до 30 тысяч. Вуаля! Проблема тут же отвалится. Кстати, по такой же схеме, господин Медведев, можно ведь и со смертностью бороться. Ну, оценить там стоимость получения свидетельства о смерти тысяч, скажем, в 50. Все! Народ наш сразу в долгожителей превратится. Не нужно никакого реформирования здравоохранения. Об экологии думать не придется. Просто щелкнул пальцем, пошлину неподъемную запузырил и... Легким движением руки брюки превращаются. Брюки превращаются. Впрочем, смех смехом, ведь Медведев с товарищами по партии действительно на поток подобный подход к любым вопросам поставили. Ну, вот вам еще пример. Предлагаю снова вспомнить последнюю, я надеюсь, пресс-конференцию Дмитрия Анатольевича, где, в числе прочего, говорили и о безработице. Безработица в нашей стране в последнее время была низкой, в районе 5%, а в этом году будет еще ниже. Где-то 4,6-4,7 экономически активного населения. И эта цифра рассчитана по методике Международной Организации Труда. Да нет, вот тут, простите, поспорю, потому что эта цифра рассчитана на дураков. И для того, чтобы вы поняли, что именно я имею в виду, предлагаю вернуться на один год назад. Тогда еще принимали закон о так называемых самозанятых. Никто не помнит, что говорили в тот момент авторы этой замечательной инициативы, в том числе премьер Медведев. Забыли уже? А я вам напомню. Ребятишки сетовали, что у нас целая куча граждан трудоспособного возраста вообще никак и нигде не оформлено. Непонятно, работают эти люди, не работают. Внимание! Просто хочу напомнить, что у нас с вами в числе лиц трудоспособного возраста по статистике 82 миллиона человек. А работающего населения, за которое платят страховые взносы, 52 миллиона. Вот 30 миллионов, они где-то. 30 миллионов человек, друзья. Вот такая цифра тогда называлась. 30 миллионов россиян, которые, по сути, и являлись безработными. Не согласны. Ну, если человек нетрудоустроен, он кто? Так вот, 30 миллионов таких было, повторюсь. Прошел год, у нас безработица 5% всего. Или, если в людях подсчитать, чуть больше 4 миллионов граждан не у дел остаются. А еще 26. Куда девались? Давайте попытаемся накидать варианты. Эти люди эмигрировали. Так нет, там что-то миллион с небольшим всего уехали, и то больше, чем за год. Может, умерли? Тоже нет. Процент смертности, если верить, чиновникам совсем малюсеньким стал. Ах, они, наверное, работу нашли. Ну, да, все сразу. 26 миллионов человек. Кто-то в это верит. Я вам расскажу, куда этих людей девали на самом деле. Да записали в какие-то там самозанятые. Короче, из одних списков в другие перенесли. Все. Нет человека, нет проблемы. Кручу, верчу, запутать хочу. Что-что. А бумажки рисовать слуги народа российского всегда умели. Браво. Это реальная журналистика. Журналистикой не очко обычно губит. Акадинадцатик Тулс. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Ну, а теперь без шуток и сарказма, друзья. Потому что то, что собираюсь рассказать дальше, вообще ни разу не смешно. В Российской Академии Наук подготовили доклад о возможном распаде нашей страны в обозримом будущем. И сразу хочу оговориться. РАН – это серьезная организация. Это не Баба Ванга с ее какими-то непонятными предсказаниями. Это не лживые чиновники-бездельники, страдающие зачастую абсолютным непрофессионализмом. Ни Хэллоуи-пропагандисты. Ни продажные в ЦИОМ и Росстат. РАН – это очень конкретная организация, специалисты которой делают выводы, опираясь на реальные факты. Умеющие анализировать, использующие только научные методики. Так вот, в РАН заговорили о возможном распаде России. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну да я продолжу. К печальным последствиям, по мнению ученых, может привести неэффективная экономическая политика, проводимая нашим государством, а также безграмотное распределение финансовых средств внутри страны. По сути, сегодня мы ничего не производим, просто распродаем природные богатства. То есть, нам оставили какое-то наследство, а наши предки в виде земли, в виде ресурсов и так далее, но мы с этим не работаем. По дешевке, повторюсь, распродаем в виде сырья и привет. Поступаем как тот гусар, что спускает отцовское состояние на карточные игры. Выпивку девочек не так. Распределяются общие деньги также бездумно. По большому счету, все финансы сейчас аккумулируются в одном регионе, ну еще там нескольким по чуть-чуть достается. Из депрессивных территорий люди уезжают, города в тех территориях начинают хереть и разваливаться, промышленность останавливается, земля стоит брошенная. Как долго система, выстроенная таким образом, просуществует? Ну вот на пальцах. Что происходит с предприятием, которое не зарабатывает, которое живет за счет распродажи активов, остатков готовой продукции, площадей, акций своих, затем мебель, оргтехники? Да оно схлапывается. Почему же тогда экономика целого государства может жить по каким-то другим законам? Мы одинаково понимаем то, какой не должна быть наша страна. Она не должна быть слабой, бедной, неэффективной, расползающейся на части. Она не должна страдать от технологической отсталости, от произвола чиновников, от коррупции, от терроризма. Она не должна быть в изоляции. Разумеется, кто-то сейчас может сказать, ну вот еще один кессимист нарисовался, сторонник теории заговоров. Вот только списать на теорию заговоров можно все что угодно. Я же предлагаю просто полистать учебник истории. Особенно далеко даже заглядывать не нужно на 100 лет назад. Давайте переместимся. Как думаете, тогда, в начале 20 века, кто-то прям сидел и верил, что Российская империя в одночасье развалится, причем окончательно и бесповоротно, что самодержавию придет конец или, ну, давайте поближе к нам, 30 лет назад, вы правда считаете, будь то наши бабушки и мамы поверили бы в 91-м кому-то, кто бы им сообщил, что все, Советского Союза завтра не будет, но ведь теное случилось. Всего за 100 лет наша страна распадалась уже дважды. Теряя территории, население, утрачивая культуру, так почему этого не случится опять? И почему нас история-то ничему не учит? Мы в очередной раз пустили все на самотек, и аааа, как-нибудь, куда-нибудь кривая российской мечты да вынесет, вот только некуда уже выносить. Но самое печальное, что каждый раз в причинах распада собственной страны мы пытаемся обвинить кого угодно, только не самих себя. Рухнул царский режим, это иностранный агент Ленин с немцами виноваты, грохнулся СССР, это все происки америкосов и демократов, виноват был постоянно кто-то, только не наши власти, только не наш пассивный народ, и вот опять мы вокруг тех же граблей тусуемся. Россия в очередной раз потихоньку накрывается медным тазом стабильности, но нет, рулевые снова ни при чем, мы сами снова не при делах. Вот блин, у меня кот молодой дома живет, но даже он научился понимать, когда и что он делает не так. Сразу чувствует свою вину, русскому человеку, видимо, научиться анализировать гораздо сложнее, чем моему коту. Все, это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху, в соцсетях тоже жду. Подписывайтесь, в друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем и обсудим, а я за всем спешу откланяться, пока. Пока!